В дивизионе существовало небольшое подсобное хозяйство. Были в нём и свиньи, но белые. А сейчас вот старшина решил завести ещё черномастных, хотя и сам понять не мог, чем же те отличаются от белых. Мясо вроде такое же, на вкус и цвет, но коль колхоз завёл черномастных, то старшина решил не отставать. Всё шло нормально. Дед добрался до деревушки с чудным названием Платва, десяток домиков, стоящих друг от друга отдельно и даже не соединяющихся приусадебными участками, точь в точь, как стайка разлетевшейся Платвы. Разыскал заведующего свиноводческой фермой, показал ему наряд, полученный старшиной в правлении, получил двух поросят с дегтярными пятнами на белых боках, мокрой тряпкой попробовал оттереть пятна, опасался подделки, усадил поросят в огромную корзину и взял курс на точку. Но близ пирожков отказал зажигание. В наступившей темноте дед не смог найти причину отказа, а потому своим ходом подкатил мотоцикл к конному двору. На коннике встретился с Кузьмой Кузьмичом Плоских. Был Кузьма Кузьмич с берданкой в потертом кожушке. Шел старый конюх на охрану ворохов зерна, что темными пирамидами выселись неподалеку на таку. Выкурили по-папироски. Дед спросил, у кого можно переночевать. Кузьма Кузьмич хитровато сощурился. А и нет в тебя местечка. Есть, но неудобно. Мы с Клавой с ним муж и жена, чтобы я мог свободно приходить в ее дом. Разве но они на это смотрят, удивился Плоских. Я смотрю, коль так, он моя изба. До утра командуй там. Утром дед увидел Клаву у доильного аппарата. Здесь же была и Потапова. Ой, слышал я Клава, треп. Будто ты в город собираешься, спросила Потапова. Чего я там оставил, тетя Мань? Ну, город все же. Как говорит Куликов, там и воздух вроде не похож на наш, и зовется по-другому атмосфера. Пусть он и дышит этой атмосферой. Потапова с хитринкой взглянул на деда. Не как солдатику, наша земля приглянулась. Ничего, земля, сказал дед, круглая. Клава так и не запустив движок, пошла мыть руки. Дед присел к двигателю, немного покопался и движок деловито заквухтал. О, умные у тебя руки, сказал Потапова. У нас бы в скорости в механьке вышел. А, Клавдия? Это как ему Бог на душу положит, отмывая смазку с рук, сказал Клава. С зенитно-ракетной точки, сильно приглушенный расстоянием, донесся вой ревуна. Дед вздрогнул и весь напрягся. Всегда по этому сигналу он срывался с любого места и бежал на свое боевое. Но тут вдруг никуда не надо было бежать, и дед почувствовал, что чего-то ему не хватает в этой тишине деревни, в этой ласковой, доброй тишине. Что с тобой, Сань? Спросил Клава, заметив перемену в лице деда. Ничего, тихо сказал дед. Ничего. Ты что-то скрываешь, Саня, тихо проговорил Клава. Я чувствую. Я не скрываю, Клава, я просто не решаюсь тебе сказать. Что? Я написал рапорт о сверхсрочной службе. Ты? Удивилась Клава. Я? А что? Вот никогда бы не подумала, со смехом произнесла Клава. Такой тихоней вдруг на сверхсрочную. За правд, говорят, в тихом омуте черти водятся. Причем тут черти обиделся дед. Я вполне осознанно сам обдумал, с родителями посоветовался, с тобой вот решил обговорить. Как ты, не против? Да ты что, Сань, как я могу быть против укрепления обороноспособности нашей страны? Я серьезно, Клава. И я тоже серьезно. Значит, поддерживаешь. А служить будешь здесь же, на точке? Ну, это решит командование. Ты проси сюда же. Я тебе по утрам парное молоко буду носить. Ну, вот с тобой о важном деле, на полном серьезе, а ты хихоньки-дыхахоньки. Санька, сказал Клава тихо-тихо, можно я тебя поцелую? Дед растерялся. Люди кругом смотрят. Пускай смотрят. Но ты же у них начальство. Начальство тоже целуется. Клава встала на подойник, приподнялась на цыпочки, обхватила голову деда руками и поцеловала. Губы ее были шершавыми и пахли вазелином. Она смотрела деду прямо в глаза. Ты чего? Спросил дед. Надо же, проговорил Клава. Ведь мы с Аней могли бы и не встретиться. Не пошли, старшина, на сенокоз тебя, не умеоху. Наверное, могли бы, глазами ответил ей дед. Но ведь встретились. Могли бы и расстаться, продолжала Клава. А, Сань? Нет, не могли. Из-за кормокухни вылетела бойкая девчушка. То ли за это умение неожиданно вылетать, то ли еще за что. Ее звали на ферме Чапаев. Клавдия Андреевна, зоотехник приехал. Выбраковку сегодня будем делать или завтра? Клава махнула рукой. Мол, какая выбраковка, не видишь, что ли? Но Чапаев не отступал. Клавдия Андреевна, если не будем делать выбраковку, то отпустите меня в отгул. Чапаев? Да ты что? Вскипела Клава. А что? С вызовом ответил Чапаев. Целуетесь вы в рабочее время. А выбраковка? Только сейчас дошел смысл слов, сказанных Чапаевым. Выбраковка. Конечно, сегодня. Чапаев, минут через пять. Чапаев исчез так же неожиданно, как и появился. Определиться нам надо, Клава. В общем, как бы это... Мы ведь с тобой вроде и решили раньше. Что? Ну это... Ну что мы поженимся? А вот как твоим родителям преподнести? Я хотел сказать, каким разговором, что ли, просить у них твоей руки? Вот раньше в свад существовали разные там приговорки, присказки. А сейчас как быть? Очень просто, ответил Клава. Ты же человек военный. Вытянешься и под козырек. Мамаша и папаша, разрешите просить руки вашей дочери. Прям так? А что ж криво-то? А они что? Ну, они, подумав, выскажут свое решение. А я что? Послушай, на месте командира я бы на твоем рапорте написала отказать. Почему? Да какой же ты военный, если не можешь сообразить. Сообразить-то я могу. Да и не обидеть бы их. Дело более сложное. Может, все-таки лучше со сватами, а? Я старшину говорю, замполита. Ну, это как знаешь, как тебе удобнее. И только учти, что вокруг моих родителей куликов вьется. И не без успеха. Так что решай. Вот задачка, шутливо вздохнул дед. Ни тебе наставления нет, ни инструкции. Клава, а может, мы по-современному? Как ты? Не поняла Клава. Войдем и скажем. Здравствуйте, дорогие родители. Разрешите поздравить вас с нашим законным браком. И свидетельство на стол. Можно. Поняла шутку деда Клава. Но что но? Как бы отец не ответил так. Совет да любовь вам, дорогие деточки. Живите, ума наживайте. А родительское благословение мы вам вышлем по почте. И они расхохотались. Опять из-за кормокухни вылетел Чапаев. Клавдия Андреевна, вы сказали, вы браковку начинаем через пять минут. Иди домой и думай. Думай, Саня, сказал Клава. Пошли, Чапаев, на выбраковку. Ничего путного не мог придумать дед. И так, и эдак переставлял слова. Все равно выходила обыкновеннейшая. Андрей Демьянович и Марфа Антонна. Разрешите просить руки вашей дочери Клавы. Мы горячо любим друг друга. Горячо надо убрать. Расхаживая вдоль ограды дома, Клавы рассуждал сам с собой дед. Холодной любви не бывает. Да и руки, и сердце. Вот так, пожалуй. Нет, руку убрать старомодно. Это раньше руки целовали, и все такое. А сейчас атомный век. Черт, атомные ты, атомные. Вот не придумали же определенных слов. Куликов выучил бы их наизусть и доложил. Чтобы отвлечься, начал поправлять поленницу, покосившуюся под тяжестью налегшего прясла. Пришлось и прясло выпрямить. Два новых столба вкопал. За делами не заметил, как в ограду вошел Куликов. Помогай бог, сказал Куликов насмешливо. Смотрю, я не на шутку взялся. Подмогнуть может? О, малина не вырезана. Сруб у колодца провалился. Куликов был при полном параде. В черном костюме, белой рубашке, галстук бабочкой в самом деле был похож на бабочку. Удачно севшую и закрывшую острый некрасивый кадык Куликова. В правой руке он держал цветы. А ты вроде как на свадьбу. Внимательно осмотрев Куликова, сказал дед. Угадал. Пришел просить родительское благословление. Беру Клавдию Андреевну в дом. Женишься, что ли? Куликов не почувствовал иронии в словах солдата и продолжал серьезно. Дом у меня крестовый. Четыре полных комнаты. Не считай кухни, синея, веранды. Одна комната будет спальней, другая для гостей, третья зал. В четвертой оборудуем детскую. Детей у нас будет двое. Елена и Максим. Две коровы будем держать. Ныне это разрешается. Утреннее молоко на маслозавод. Оно самое жирное. Вечернее себе. Я, признаться, молоко не очень уважаю, но Клава любит. Слышал? За первое место по молокоздаче в частный сектор нашего поселкового куста выделены жигули. Нет, Клавдия Андреевна со мной не пропадет. А она что, согласна? Поинтересовался дед, собирая в огороде старые подсолнухи в пирамиды, чтобы снег зимой задерживался. Клавк-то? Вот, сказанул солдат. Да какая же девка! Не рад выйти замуж. Тем более в крестовый дом. Я, конечно, не хвалюсь, но положительных черт у меня превалирующее большинство. И никто в деревне похаять меня не посмелится. Как с училищем-то? Спросил дед. Со школы милиции. А, провались она. Махнул рукой Куликов. Оттуда в рядовые следователи выпускают, оказывается. А ты что, хотел сразу в прокуроры? Ну, не в прокуроры, но юридическое поприще, юриспруденцией заниматься, а не жульками. На молоковозке-то оно способней, а братька иной раз на дне цистерны остается. Это как раз на два просенка хватит. Кость ни одного на личные нужды, другого в город, на базар. Только так. Аначе какие жигули? Куликов заметил, с какой хозяйственностью выполняет мелкие работы по двору солдат. Слышишь, а ты чего это сюда залетел? На дверях замок, а ты вроде как дома распоряжаешься. А я есть дома, сказал дед. Если, конечно, Андрей Демьян, Чемарфа Антоновна отказ не дадут. Ну, а что? По какому вопросу отказа-то? По вопросу свадьбы. Моей и Клавы. Куликов расхохотался, весело так рассмеялся, раскатисто. Вот рассмешил служивый. Ой, умру. Да в нашей деревне, если хочешь знать, еще никто за солдата замуж не выходил. Хоть и воинская часть близко. Несолидным считается. Вот отслужишь, в запас уволишься, к месту пристроишься, крыш над головой заимеешь, сумму ведомости будешь прописью писать. Тогда, как говорится, женихайся. А так шо же? Не серьезно. Если не ошибаюсь, три восемьдесят получаешь. Четыре восемьдесят, поправил дед. Рубль? За гефрейторское звание. Ну вот, развел руками Куликов. Накурив, да на спички. У меня сто рублей ежемесячно. Не считаю навару, конечно. Ну и то мурашки по коже. Пол Жигулей, считай, на столованье уйдет. Столованье? Это что? Спросил дед. Это когда все за столом сидят, объяснил Куликов. Больше он ничего не успел добавить. В ограду вошли Андрей Демьянович и Марфа Антонна. Мать, смотри-ка, у нас гостей со всех властей. Андрей Демьянович поздоровался с Куликовым и дедом. Гавненько, что-то к нам не захаживали, сказал Андрей Демьянович. Был невозможно решить, к кому относятся эти слова. Куликов их принял на свой счет. Машина при умных руках да при доме. Это, можно прямо сказать, золотая жила, продолжал Куликов. Умей только мыть песочек, не моргай, но и шибко не зарывайся. Вот, привез я Черемисину, Черемисину знаете, Андрей Демьянович, он дом льет, так привез я ему воды, три цистерны, ни копья не взял. Почему, спрашивается, а Черемисин заведующий свинофермой. Его дело, какого мне выделить на оплаченную квитанцию поросеночка. Рожествовали за мухрышку или кузовка с родословной. А так, какие же гули, верная мысль, Андрей Демьянович. Верно-то, верно, проговорил Андрей Демьянович. Только ни к чему свою жизнь к поросятам сводить. Что вы, Андрей Демьянович, поросят просто пример. Я скажу вам по секрету, с будущего года на более продуктивную живность перейду. Индюшки. Видели в городе на витрине, какова цена за кило? А не что гуси? Накормил, отпустил, накормил, пересчитал. К осени по 4 килограмм каждая. Это самое малое. Делим, множим, вот вам и жигули. Андрей, на стол поставлено, сказал Марфа Антонна. Зови гостей. Прошу к столу. Так это самое, Андрей Демьянович, к лаву бы подождать. Разговор есть серьезный, предложил Куликов. Выбраковку у них, а после бы бонетировку не затеяли. Бонетировка это что? Подал голос дед, устроившийся на пильне, старенькой, изъеденной пилами, со скрипучими, рассохшимися ножками. Бонетировка это коровий учет, пояснил Куликов. И видя, что солдат ничего не понял, добавил, на племя выбирают и выбраковывают, конечно. В уши железные бляшки вкладывают, врезают, что ли, с номерком. Мутерное дело. Если затеют бонетировку, завянут мои цветочки. Да и я опоздаю, если затеют бонетировку, посмотрел дед на часы. Увольнительные до шестнадцати. Ребят, ребят, голубцы простынут, быстро, быстро, ну-ка, солдат, по тревоге, за сколько минут с койки поднимаешься. За сорок пять, включая диване, сказал дед, иногда за тридцать. Чё, минут, насмешливо спросил Куликов. Секунд. Вот это да, присвистнул Куликов. Это к чему такая спешка? Сочиняешь. Вошла Клава. Слава Богу, сказал Куликов, бонетировка не состоялась. Куликов сразу повеселел, расправил плечи, а дед, напротив, присмирел, притих в уголке стола. Сделал вид, что кроме голубцов его сейчас ничего в мире не интересует. Кроме разве этого необычного процесса, названного словом, которое дед сегодня услышал впервые. Не состоялась, что ли, бонетировка? Поинтересовался дед. Бонетировка? Какая бонетировка? Мы не собирались ее проводить, удивилась Клава. А ты откуда знаешь о бонетировке? Да вот, Алексей сказал, если, говорит, задумают бонетировку, то цветочки завянут. Ой, кто это такие астры принес? Ты, Алеш? Ну, спасибо. А хорошо, что не состоялась бонетировка, сказал вдруг резко дед и поднялся. Из-за стола вышел тоже резко, будто на что ты обиделся. Сань, ты что? Виноват, проговорил дед смущенно. Надо же, привык из-за солдатского стола вставать вот так же, резко и быстро, а тут всполошил всех. Виноват. Андрей Демьянович, Марфа Антоновна, я долго думал, как сказать, что мы с Клавой, что мы с вашей дочерью Клавой любим друг друга, решили пожениться, если, конечно, вы не будете против, но если вы даже и будете против, то я все равно люблю ее. Я прошу прощения, у меня окончается увольнительное, а за свою службу я еще не опоздал ни на секунду, так что извините, что я уезжаю, не выслушав вашего решения. После меня с таким же предложением к вам обратится Куликов, ваш односельчанин, уважаемый вами и мной человек. Да-да, заявление аналогичное, подтверждая слова деда, кивнул Куликов. И, конечно, вам понадобится какое-то время, чтобы все это взвесить. Решайте, Андрей Демьянович и Марфа Антонна, а я решил. Жизнь и судьба моя Клава. Он повернулся и почти бегом направился к стоявшему у ворот мотоциклу. Продолжение следует...